32 участника из всех муниципалитетов региона, 15 финалистов заочные и очные туры. Все это конкурс «Учитель года Пензенской области-2023». Церемония награждения победителей прошла в Центре культурного развития «Дом офицеров». Учитель на самом деле это очень важно, это, наверное, одна из самых ключевых профессий в нашей жизни, на ряду с профессией врача, потому что если врач, он лечит тело, то вы формируете человека как такового. Несмотря на огромную занятость, вы нашли время поделиться своим опытом, талантом, получить новые знания. Ваша неравнодушие, увлеченность доказывают справедливость слов Константина Дмитриевича Ушинского. Учитель живет до тех пор, пока он сам учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель. Конкурс «Учитель года» состоялся в Пензенской области уже в 34-й раз. Этот сезон профессиональных состязаний имеет особое значение, ведь он прошел в рамках года педагога и наставника. Очень высокий уровень подготовки учителей у нас в Пензенской области, что показывает и повышение качества образовательных результатов по итогу 2022 года, промежуточной аттестации 2023 года. У нас в конкурсе принимали участие учителя со всех муниципалитетов Пензенской области. Это учителя и химии, и биологии, и физики, и математики, и русского языка. Все довольно-таки творческие люди, которые любят свою профессию. А самое главное, они любят наших детей. Финалисты конкурса прошли три испытания. Методическая мастерская учителя, урок и мастер-класс. За речной на региональном этапе состязаний педагогов представила учитель английского языка из лицея номер 230 Елена Опенкина. Конкурс прошел очень увлекательно, очень интересно. Конечно, было, на мой взгляд, сложно, тяжело в плане переживаний, волнения, но в итоге я думаю, что все получилось. В принципе, я довольна тем, как прошел конкурс, и эмоции у меня самые положительные. Елена Опенкина стала бронзовым призером конкурса «Учитель года Пензенской области-2023». Победа досталась учителю математики из Сердобска Святославу Фролову. Он и представит регион на всероссийском этапе конкурса.